Мое мнение, что сайт не всем предпринимателям нужен, потому что, скажем, когда я запускал бизнес свой автомобильный Духимилер, у нас не было вообще сайта, и мы закрывали все заявки просто через Google формы. По поводу сайта, на самом деле есть два типа сайтов. Есть информационные сайты, есть продающие сайты, так называемые одностраничники, либо закрывашки. Соответственно, в чем отличие? Одностраничник и закрывашка – это сайты, которые в основном имеют 1, 2, 3 пролиста, и на которых есть один оффер, то есть одно какое-то предложение. Предположим, ты занимаешься товаркой, либо у тебя интернет-магазин игрушек, предположим. И на первом пролисте ты уже доносишь людям, какое твое предложение главное. Например, купи 3D-ручку, либо купи букет для своей девушки, либо же, не знаю, новый айфон. Это один оффер. Соответственно, люди заходят на твой сайт и оставляют заявку и покупают, либо не оставляют заявку и не покупают. У большинства предпринимателей есть так называемый информационный сайт. Информационные сайты несут в себе кучу информации, кучу страниц, и на самом деле это очень плохо влияет на конверсию и, в принципе, на продажи. Но такие сайты нужны с точки зрения просто онлайн-визитки. У нас у всех есть визитки, и этот сайт просто для галочки. Но основные продажи осуществляются именно на таких простых одностраничных, двустраничных сайтах или так называемых лендингах. Продолжение следует...